итак начинаем тест-драйв автомобиля chevrolet cruz cruz 12 года вот эта максимальная комплектация стоит она 809 тысяч да а сколько стоит минималки 500 562 562 тысячи то есть разница в ладу гранту короче по цене примерно машина значит максимально у нас 140 лошадей 6-ступенчатый автомат мотор 1.8 147 лошадей до 141 141 лошадь двухцветная панель но это потом посмотрим через окажет кожи только бежевую полностью а то есть можно выбрать так начинаем движение в принципе так удобно достаточно панель так высоко сидит на уверен что на механической коробке здесь рычаг так компактно расположен то есть не надо вниз куда-то там лезть за ним да сейчас у нас кондиционер работает тут климат стоит или кондиционер только сильно обдув не сделал один за шутком камеру не вздувало едем аккуратно чтобы заценить полностью шум и виброизоляцию опять же едем по отвратительным дорогам так а здесь уже расфицирована на полностью да сейчас у нас расход моментально показывает 16 9 сейчас 12 7 упал а так в принципе очень руль обшит кожей строчка здесь такая интересная достаточно но не сказать чтобы он очень был легких парковочном режиме здесь гидроузелите стоит что сразу понятно что вот не электро то есть электро они более чувствительные так начался автомат в обычном режиме d шестиступенчатый плавно так переключает достаточно вот пошел подхват только сейчас значит стоим в пробке сейчас температура нормальная кондиционер работает 70 77 километров пробег на машине практически с нуля вот так в принципе вместо достаточно много салон гидроусилитель чему не электро интересно сейчас ставят все на электро сразу разница есть мне кажется за электроусилителем будущее потому что во первых и они экономичнее да то есть движка мы не берем энергии во вторых как бы мне кажется они более чувствительные к поворотам но обратной связи конечно меньше но мне кажется на машинах там 500 600 тысяч там где-то не для ценителей комфорт управляемости каких-то там азартных хождений поворот я не думаю что это не принципиально вот газ пол нажимаем как бы дорогу сделали понятно а машина сейчас на 16 колесах да то есть 17 колеса и не ощущается что машина жесткая то есть машина я вот ты говоришь он жесткая с учетом того что здесь 17 колеса это вообще идеальный показатель и подвеска такая очень энергоемкая вот есть например с флюенсом сравнивать недавно мы тестировали флюенс да то есть блин не знаю по крайней мере тормоза там мне не понравились здесь тормоза лучше здесь они более предсказуемые ты можешь усилие дозировать например сейчас попытаемся вот кикдауна ну тут слабовато для 140 слабовато когда еще на кондиционере ну с кондиционером да но как-то этот как-то не тянет она как будто мотор не докручивается то есть нет какого-то подхвата он как-то крутит долго-долго вот пять-шесть торсерок стоит ну в принципе не знаю все равно для гонок машина и разница какая на механике вот стреляет на механике наверно 1.8 есть да на механике ну как бы вообще в тест драйва нет а там что это так а так вот я ездил на 1.8 он опять сразу стреляет так в принципе все очень хорошо все так понятно русифицировано все ручной режим переключения есть ну ка сейчас его попробуем да первая передача сейчас у нас тут тоже подтупливает но они кстати редко на бюджетных моделях хорошо работают ни разу не видел чтобы нормально там на сандеру я вот я помню ездил там ну и то то есть для такой цены нормально там работал но тоже и делал то есть я редко видел чтоб на бюджетных моделях как бы работал нормально ну в принципе для по трассе вот чтоб обгона там обгонять мне кажется будет достаточно какой сейчас как можно средний расход посмотреть здесь на нем через меню там на руле и крутить слева вот вверх-вниз там ага так средний расход показывает 13.9 сейчас вот но это мы на позапоследние там 70 ну с учетом обкатки двигателя да он то есть побольше жрет получается ммм и видишь маршрут уже ваш выучил наизусть да а видишь арки надо шумоизоляцию дополнительно вставить потому что камешки бьют слышно прям как стучится а так если рассматривать автомобиль за 560 560 сколько стоит 562 в принципе на механике да то есть я не думаю что шумоизоляция такая же будет только здесь и будет по-проще отделка вот этих не будет ровно вставок 2 например будет этот пластик пластик есть да структурный такой нет нет даже не структурный структурный для vols наидешеве bạn пластика aboy а сколько вот потруności раньше русٹ язык вроде бы иногда что село бывают не знаю раз Baltic песенção трог долларов 2 а great поэтому В принципе, такой хороший сбалансированный автомобиль, без каких-то ярких впечатлительных эмоций, несмотря на то, что внешность у него такая яркая достаточно, за свои деньги, за 560 тысяч, ну пусть там 600 он выйдет с допами, ну хороший, почему бы и нет, кондиционер, то есть климат достаточно активно работает, вот. Кто хочет, ну сейчас, кстати, мы едем на хэджбэйке, я забыл сказать, сейчас я его покажу, вот, ну кому мне кажется это, ну как у вас вообще продажа, вот, с крус у вас, с чем вот, между чем и чем клиент выбирает, крус там или какой автомобиль, или нет, а вот вообще. Из своего класса. Из своего класса, да, там, например, Ford Focus наверняка, да? Да, 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 в основном Ford Focus и Fluence Megane. Ну, Fluence, он, конечно, французы, это такого, на любителя, во-первых, они в цене, а быстрее всех потеряют на вторичном рынке, продать будет сложнее, да, и у них такие свои всякие вот приблуды с обслуживанием, да, то есть, ну, ну, но Fluence чем хорош? Он, во-первых, визуально, мне кажется, чуть побольше, чем вот здесь, вот, чем эта машина, вот, визуально, не помню по параметрам, вот, тормоза здесь лучше, вот, двигатели там и здесь, то есть не особо там какие-то, так, не крутили. до двигателя а в принципе то что в принципе рено и шевроле шевроле тоже уже сейчас вот эта машина корейцы чистокровный то есть тут говорить что это американец тоже смысла нет да да но а как все-таки мне кажется статистика продаж в пользу крузов все-таки складывать потому что у нас страну рено пижо у нас как-то не недолюбливать им на 80 процентов клиентов которые рассматривают пижо вернее рено либо круз процент 80 останавливать на крузе да ну и там тоже там они стоят там то есть под до 700 там тысяч каких-то там нереальных денег и так вот значит нас он такой на 17 колесах обратить внимание какая размерность 215 на 50 r7 50 это не слишком такой высокий профиль вот хэтчбэк значит что сказать-то про него ну хэтчбэк хэтчбэк в принципе тут никакого нет переворот в дизайне да то есть такого чего-то сверхестественного 17 колеса смотрится красиво а ксенон есть базе эти ксенон нет вот а так в принципе в белом цвете на 17 колесах автомобиль очень классно смотрится вот это вот агрессивные пары вот подчеркнуто то что достаточно агрессивно туман а вот а вот это что такое а вот это и вы сами и делаете ли завода туда если видно вот приора новая круто на 16 колесах лучше всех блин по-любому вот номера пожалуйста три двоечки лучше лучше ладно теперь к нормальным автомобилям переходим а значит спереди дисковые тормоза задние дисковые тормоза так что в принципе машина должна тормозить достаточно хорошо без каких-то либо непонятных значит усилий на педали тормоза очень все достаточно прогнозируем так сейчас давайте сядем салон так принц а можно ключ ключ у нас так значит по салону салон у нас есть четыре стеклоподъемника подогрев зеркал регулировка фары здесь регулируется тут она не автоматически регулируется вверх-вниз то есть включается выключается туманки здесь значит кнопки на руле меню круиз-контроль полностью как бы звук вы включаем управление магнитовой комбинация приборов у нас тоже такая достаточно интересно на видите немножко выступает вот так вот вот принципе здесь у нас педометр тахометр уровень температуры и топливного бака ну 14 литров пока машина тратит в обкатке вот здесь у нас центральная панель здесь у нас значит бортовой компьютер здесь у нас магнитола то есть радиостанции температура здесь у нас панель управления основной магнитолой вот и ниже у нас панель управления климатом то есть подогрев сидений здесь присутствует вентиляция сидений вот так что комплектация достаточно богатая что касается автомата автомат шестиступенчатой ну такой туповато и ручно решим вообще здесь не нужен в принципе без каких-то работает и работает и ладно в принципе чё с него взять вот понравились сиденья смотрите сидений у нас такие с двухцветной кожи из двухцветного кожаного знаменителя вот с цветами вставками в принципе присутствует боковая поддержка да то есть но и не так уж она и хорошо и работает вот подушки безопасности сейчас сядем назад попробуем двери закрываются достаточно хорошо без какого-то там приближающего звука или там звука пустой банки такая массивная дверь тоже ну не совсем массивный но чувствуется что шум изоляция есть садимся назад так сзади сзади не хватало бы места мне вот сажусь сам за собой если бы не было вот этого такого изгиба спинки сидений то есть чуть-чуть вот а так в принципе тут тоже динамики дверях стеклоподъемники здесь небольшой у нас бокс с подстаканниками естественно подлокотник вот а так всем советую брать курсы естественно минималки но если нужно автомат за него доплатить не стоит платить 800 там чем-то небольшим тысяч да то есть но это очень дорого для автомобиля этого класса прогнозируемые тормоза двигатель 140 лошади 1.8 не советую лучше 1.6 взять то есть да то есть и дешевле и 1.8 это не ураган 1.6 на механике будет ненамного медленнее расход тоже в принципе скажется вот так что в принципе машина хорошая тормоза лучше чем на флюенс это точно предсказуемое вот автомат такой ну 6-ступенчатый конечно тем не менее не быстрый и не четкий так откроем багажник это уже наш хэтчбэк объем багажник сейчас у вас появится а 413 413 литров неплохой результат для хэтчбэка полочка естественно снимается вынимается и сиденья задние складываются надо кстати в практику тыс драйва в полную складывание сиденьев дайте попробуем ради интереса просто так это мы загибаем все свои шмотки назад а как сиденье получается тоже не складывается да а суда да а вот оно как складывать а а смотри а вот это не откидывается часть нет понятно ну в принципе ну вот понятно да то есть за это чужок сюда и у нас образуется ровный пол сейчас покажем так полноразмерная запаска у нас здесь и место для инструментов до дождь достаточно много а